В силовом Троеборье приняли участие три команды – детско-юношеская спортивная школа «Олимп» поселка Виноградный, ДК «Молодежный» и хозяева спортивного зала детско-юношеская спортивная школа номер 10. Возраст от 14 и у нас есть там он за 40 лет. По весовым категориям 10 весовых категориев, начиная от 48 и кончая 125 и выше, то есть 10 весовых категориев. 23 участника готовятся поднимать нешуточный вес, часто превышающий их собственный. Среди смелых и сильных даже есть девушки. Спортом всегда занималась. Сначала просто фитнес, потом захотелось что-то потяжелее. Начала ходить, поняла, что мое. Нравится железный спорт. Считаю, что девушка перекачаться не может, поэтому иметь красивое тело можно именно в тренажерном зале, занимаясь железом. Пауэрлифтинг, несмотря на английское происхождение слова, как силовой вид спорта, означает поднятие тяжести. И он был всегда популярен у нас в стране. Предпочтение этому мужественному виду спорта передается из поколения в поколение. Лучшим примером тому семья Деревенец. Старший Анатолий Филиппович Деревенец, заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани, возглавляет спортивный клумб Олимп. Два его внука выступают на этих соревнованиях. Младшему Александру исполнилось 14 лет. В весовой категории до 68 килограммов он смог взять вес в 75 килограммов и занял второе место. Братья Скляр, Роман и Вадим, выступая в весовой категории до 100 и 110 килограммов, взяли вес 155 и 145 килограммов соответственно. Абсолютным победителем, обладателем Кубка муниципальных соревнований по пауэрлифтингу в жиме лёжа, стал мастер спорта Владимир Рыбалко из ДК «Молодёжного». В весе 90 килограммов он смог удержать штангу 165 килограммов. Он становился победителем таких именитых соревнований, как турнир Евразии и первенство ЮФО, считая своим долгом и честью участвовать в соревнованиях к дате 9 мая. Данное соревнование приурочено к днём Великой Победы. У многих в нашей стране в это время были трагедии, погибли люди, кто-то участвовал, принимал непосредственно участие. Для нашей страны это Великая Победа. То есть, ну, в честь дань памяти. Поэтому я выступаю здесь. Победе каждого участника в этих соревнованиях радовались все вместе, ведь они посвящены одной общей великой победе нашего народа.